В Саратове в четверг открылся второй экономический форум. Его первый день прошел в отсутствии губернатора Валерия Радаева. Глава региона отправился в Москву на заседание правительства страны. Площадкой проведения форума в этот раз стал исторический парк «Россия. Моя история». Умные города с умными домами, не менее продвинутые тренажеры для обучения машинистов поездов. Второй экономический форум открывает выставка достижений компании участников. Это тормоз локомотива, а это тормоз его состава. Если управлять экраном, тормозом работает. И сейчас начнем ехать. Можно уже летнуть. Песок. Тренажер полностью имитирует все системы, которые есть в локомотиве. Полностью моделирована. Гневматика, масляная система, все электрические цепи. Эту электроволу создаваясь в 5К. Такой же тренажер сейчас работает в Хабаровском учебном центре. У нас есть, а вот вы не заметили, здесь то же самое. Только мини такой, да, там такой большой расширенный. А здесь вот мини такой комплекс, где мы действительно машинистов локомотива тренируем. Самое главное, это не тренировка в части навыков, а именно тренировка в части нестандартных ситуаций. Часто машины выезжают на переезд. Это у нас очень большая проблема. Поезд так просто не остановить. Вот мы сейчас дали возможность и сымитировали вождение поезда с весом более там 5000 тонн. И показываем о том, что он останавливается не сразу же, а останавливается только лишь через почти километр. Не всегда машины смогут среагировать, ну потому что вот точка принятия решения и полная остановка через километр. Делегация из белорусского Витебска интересуется стендом с умным городом. Европейские соседи несколько лет назад запустили подобный проект в своем регионе. За основу взяли опыт финского тампоры, но интересна и российская разработка. Братьев белорусов завлекают и на туристическом стенде в Саратовской области. «Тюльпаны» я вам уже рассказала, что есть фестиваль «Тюльпаны». Есть у нас на юго-западной границе, город Балашов, это пятый по численности город в Саратовской области. Здесь проходят театральные фестивали. Вы видели золотые скульптуры в музее? Это как раз артисты Балашовского драматического театра. Сегодня, конечно, товарооборот между Витебской и Саратовской областью еще небольшой. Он за первое полугодие составил только 1,6 миллиона долларов. Это маленькая цифра, но мы и ищем точки соприкосновения, которые между нашими предприятиями в первую очередь могут быть, чтобы этот товарооборот, по крайней мере, удвоить, утроить в самое-самое ближайшее время. Здесь в первую очередь о химической промышленности идет речь. Небольшие поставки сельхозпродукции и точки соприкосновения у нас могут быть в туристической сфере. Надо дружить. Умная остановка – часть умного города. Когда-то такие, возможно, появятся и в Саратове. Только вот когда? Мы в нас-то когда-то появимся. Как только мы сейчас соглашение с губерном подписывали, на следующий год увидимся. Я думаю, да. Александр Стрелюхин – вице-губернатор и глава правительства. В отсутствие Валерия Радаева принимает гостей, подписывает соглашение и открывает пленарные заседания. В этом году снова говорим о развитии транспорта и логистики. Транспорт – это центральная тема национальной повестки. Ей посвящены федеральные проекты безопасной качественной автомобильной дороги и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры, утвержденной правительством Российской Федерации. И до 2024 года государством на эти два направления запланировано более 11 триллионов рублей. То есть почти половина всех затрат на нацпроект. Целевой ориентир, обозначенный президентом страны Владимиром Владимировичем Путином – привести не менее половины дорог страны в нормативное состояние, повысить уровень логистики и экономической связанности регионов. Ведущая роль в этой работе отведена бизнесу. И наша задача – предложить инвесторам и частным компаниям перспективные и выгодные проекты, выработать эффективные модели финансирования. О транспорте и логистике говорили и год назад. Строительство трассы «Шанхай-Гамбург» – вообще проект, о котором рассказывают много лет. Участки в Китае и Казахстане уже готовы. Очередь за Россией. Старт еще в 2018 году обещали в Саратовской области. Прошел год, и, наверное, многие скажут, что в прошлом году тоже рассказывали об этом. А что же вы за это время сделали? Начали вы строить дорогу или не начали. Но, к сожалению, я могу сказать, что мы еще не копнули, первый копший экскаватор не копнул, не начали, но мы очень много сделали для того, чтобы дорога в следующем году начала строительство. Но первое, я бы хотел сказать, что наш проект включен в план магистральной инфраструктуры, который утверждал правительство Российской Федерации, и даже прозвучал в указе президента майских указов, где говорится о том, что к 2024 году, к концу 2024 года, должно быть открыто сквозное автомобильное движение между Китаем и Европой. По словам Александра Рязанова, большую надежду бизнес возлагает на закон о защите инвесторов. Обсуждение проекта в правительстве совпало с открытием форума в Саратове. До конца года документ может быть рассмотрен и принят Госдумой. Главная идея закона – на время действия соглашения между инвесторами и правительством не будут меняться налоговые условия. При этом сам срок договора может достигать 15 лет. Тема государственно-частного партнерства на форуме звучала не единожды. Успешный пример в нашем регионе – аэропорт Гагарин. А всего по стороне таких проектов сейчас набирается около 4,5 тысяч. Объем инвестиций в целом в районе 2 триллионов рублей. Более половины из них – деньги частных инвесторов. Саратовская область в плане развития ГЧП не в лидерах, но и не в отстающих. Крепкий середняк, говорит председатель правления Национального центра развития государственно-частного партнерства Павел Селезнев. В Саратове в данном формате планируется строительство западного обхода. Нам предстоит реализовать масштабный проект. Наверное, слышали, читали о том, что так называемый «Южный обход», как раз очень название, будет реализовываться в Саратове в рамках государственно-частного партнерства. Это строительство порядка 40 километров подъездных путей и непосредственно моста, который оценивается от 8 до 10 километров. Вот предстоит этот проект реализовать – это сложнейшая задача, это вызов в какой-то степени для администрации Саратовской области, да и в том числе для экспертного сообщества в России. На деньги инвесторов в Бостон-центре планируют строить искрасной трамвай. Мы изначально, еще года полтора назад, начали смотреть на тему, связанную с модернизацией, в первую очередь, трамвайной инфраструктуры. Были различные подходы, были более глобальные, связанные с максимальным охватом всей трамвайной сети. В конечном итоге коллеги на данный момент, по нашему мнению, избрали достаточно оптимальный вариант, когда мы начинаем двигаться по одной пока локальной линии, но при этом самая эффективная с точки зрения пассажира перевозок – это вот третий маршрут, который проходит через весь центр Саратов. Сейчас, по нашей информации, идет предпроектная стадия проектирования, стадия проектирования, и по итогам ее будут уже понятны все те объемы инвестиций, которые требуются для реализации проекта. До конца года будет выполнен проект, и со следующего года – начало реализации. Нам нужно менять всю структуру транспорта города Саратова, для того, чтобы исключить дублирующие маршруты, для того, чтобы не только построить новые трамвайные пути, но и сделать такой транспортный каркас, который был бы удобен для жителей города. Это обязательно будет, и это результат прошлого форума, прошлого договора. В прошлом году на экономическом форуме было подписано два десятка соглашений. По итогам первого дня форума второго уже 12 деклараций о намерениях. Что из них будет реализовано, а что так и останется на бумаге, сейчас сказать сложно. Тот же проект трассы «Меридиан», несмотря на простой, обещают запустить в 2020 году. Искренне хочется верить и в скоростной трамвай, и в то, что Саратов когда-нибудь получит цивилизованный общественный транспорт. Если для этого нужно проводить экономические форумы, то почему бы и нет? А что думают об этом сами его участники, какой потенциал они видят в Саратовской области? Мы с вами понимаем, что изменения быстро, к сожалению, как нам хочется, не будут происходить. Но движение вперед должно быть. Движение вперед должно быть вот здесь в первую очередь. Если здесь оно происходит, тогда будет все нормально. Я думаю, что сегодняшний форум подтверждение этому. Я хочу, чтобы на моей родине, на моей малой родине, на Саратовской земле, вот такие движения происходили постоянно. В нашей области все для этого есть. Самое главное, здесь есть люди. Самое главное, есть люди с большим-большим потенциалом. Надо использовать потенциал тех, кто отсюда уехал, но любит эту землю. Чтобы они сюда возвращались уже с теми возможностями, которые есть у них. Вчера мы презентовали свой проект в рамках вместе с компанией «Агросигнал». Она саратовская. Молодые бизнесмены, ребята, сегодня они по стране охватывают 4 миллиона гектаров. Они работают с семью регионами Российской Федерации. Это наш бизнес. Это серьезное движение вперед. В этом году только в области мы эту систему заведем более 10 предприятий. Это уход от бумаги. Это ведение полного учета и контроля сельскохозяйственного бизнеса в рамках простых цифровых технологий. Компания РЖД сформировала долгосрочную программу развития до 2025 года, которая утверждена Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Так вот, ни много ни мало, а Приволжская железная дорога входит в эту программу, как филиал РЖД, рядом проектов, которые оцениваются почти в 172 миллиарда рублей. Причем основная часть этих объектов расположена на территории Саратовской области. У нас Саратовская область буквально до недавнего времени, я бы сказала, буквально до прошлого года, 17-18 года практически не видна была на туристической карте России и очень слабо была видна на туристической карте мира. И за два года была сделана очень большая работа для того, чтобы закрытую некогда область не просто вывести на рынок, а вывести уже с тем продуктом, который заслуживает внимания достаточно широкого круга потребителей. Те темы, которые обсуждались на форуме, связанные с дорогой, в основном с дорогой, с железной дорогой или мы с автомобильной трассой, это прямой путь к рыбку, к прорыву, я бы даже сказала, в развитии туризма. То есть первый продукт, который просто приходит в голову, когда мы говорим о Саратовской области, это, конечно, Волга и все, что связано с водой. От рыбалки до водных видов спорта, водных видов досуга, экологического и активного туризма на воде. Следующий момент – это немцы. Немцы по Волжье. Он тоже приобретает новые грани и, соответственно, создает потенциал для дополнительной стоимости, для дополнительного дохода для региона. В настоящее время мы начали выполнять полеты по маршруту Москва-Саратов, аэропорт Домодезов. Сейчас, в данный момент, мы ведем переговоры с Саратовской областью, если они нас поддержат. В ближайшее время мы планируем открыть полеты в минеральные воды в Сочи, Симферополь и Екатеринбург на Кугу-Беличной основе. Для корейцев Саратов не очень известный город, поэтому мы хотим поближе познакомиться и оценить возможности для корейского бизнеса. У вас хорошо развит агропромышленный комплекс, и мы думаем, что в области агротехники и производства запчастей возможно сотрудничество между нашими странами. Общая мировая практика показывает, что если порядка 10-20% соглашений выполняется в результате подписания этих, значит, уже форум удался. У нас этот коэффициент выше, потому что, насколько я знаю, из 20 соглашений, порядка 20, которые были подписаны на первом экономическом форуме, где-то больше 10, но около 15-18 соглашений сейчас в работе. Но мы быстро двигаемся, надеюсь, что и у нас все получится.